Это здание встречается на старых открытках, его любят и знают все рубцовчане. Здание под шпилем даже старше Барнаульского дома под шпилем на несколько лет. Долгие годы дом под шпилем был визитной карточкой города. Говорят, здесь даже проживала местная элита. Сейчас он, конечно, выглядит уже не так, как в 49-м году, но во всяком случае лучше, чем большинство зданий во всем Рубцовске. Но это только с виду. Эксперты говорят, здесь проще построить новый дом, чем восстановить ветхие стены и крышу. Любая подвижка грунта или там любая деформация, удар там любой, может привести к тому, что эта часть, которая сейчас находится в аварийном состоянии, может разрушиться. Ну, а поскольку это находится на первом этаже, все основные деформации, то они потянуты выше расположенные этажи. Поэтому дом решено было снести. Жильцы должны покинуть квартиры до конца апреля. Пожилые люди, которые заселились сюда 30, 40, 50 лет назад, теперь не знают, куда им идти. В Рубцовской администрации предложили вариант. Жилье из маневренного фонда. По сути, общежитие. Кто его знает, это может там и жить нам до конца. У меня муж вот с инсультом лежит. Я уже не молодая. Куда я? В очередь в туалеты. Чиновники предложили еще один выход – аренда жилья. Администрация гарантирует оплатить все расходы. Только и здесь собственники столкнулись с проблемой. Мы обзваниваем, звоним. Куда не позвонишь, чтобы снять жилье. Во-первых, возраст 82 года. Во-вторых, любого квартиросъемщика пугает то, что оплачивать будет администрация. А как мы все знаем, рубцовчане у нас в администрации ноль. Мы уже начали работать с правительством Алтайского края, с Министерством строительства. Возможности выделения дополнительных денежных средств в город Рубцовску для приобретения жилья для данных граждан. Даты я не могу назвать. Это произойдет в этом году или же это произойдет в следующем году, не могу сказать. Сколько пенсионерам придется жить на птичьих правах, снимая квартиру, неизвестно. Многие боятся, что вообще не доживут до того момента, как получат свое жилье. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.